Всем привет, друзья! С вами Чейнджер, и это XXCOM 2. Продолжаем нашу войну с захватчиками инопланетными гадами, так сказать. И продолжаем исследовать эту игрушку. Я скажу вам честно, я играю параллельно еще так, чисто для себя. Посмотреть, что дальше и так далее. Но с вами проходим все по-честному, друзья. Командарь, наша позиция сейчас здесь, просто в университете Резистанц. Когда мы не наступим, это будет служить как дом и среда для нас. Комсессор обзорачил этот леонежный леонежный сайт в этой регионе. К сожалению, мы не имеем его конкретные координаты. Если мы будем использовать эту область, мы должны сделать контакт с леонежным леонежным леонежным. Таиган имеет теорию о том, как мы могли бы подъехать к ним, без того, чтобы его уважать. Но мы должны дать ему время, чтобы проводить его исследования. Мы не должны ждать слишком долго на это, командир. Мы должны начать контакт с другими регионами скоро, если мы будем строить глобальную Резистанцию и принимать Адвент. Новый объект добавлен. Сопротивлением в зоне секретного объекта. Исследовать способ связи с сопротивлением, прибыть в регион, где находится секретный объект, установить контакт. Замечательно. Но вы пока не имеете время для этого. Ремотная Реконосансанса может найти что-то не далеко от нашей позиции. Награда новобранцы. Авенжер плотирует новый курс. Не важно, если мы ждем новых миссий или выполнение наших исследований, мы можем перейти время, сканчивая на сайтах, как этот. На вашем ордене мы начнем сканки окружающих районах. Я считаю, что это было легче, чем твоя последняя процедура, доктор. Центральный, командир. Да, я вижу, что процесс будет гораздо меньше дисконсортированным, когда цель уже снижается. Но результат, это лучше, чтобы увидеть себя. Согласно. Мой автобуси от Каптана Адвентом обнаружил образование поялое в сентябре, похожее в качестве с университета я отнимал от командир. Но есть, что изменения. Какие изменения? Дата, вы видите, вы отрислились в обороте этот каптан. Секунка здесь, есть, в основном, ты, командир. Или украинская информация, которые вы проводили в вашем голове. Как вы можете видеть, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network, to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live admin officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, commander. I'll be back to you later. Your objective is added. So, получить доступ к сети пришельцев. Построить зону испытаний. Закончить исследование черепного бура в зоне испытаний. Применеть черепную бур к офицеру Адвента. Да, звучит не очень просто. Commander, I've updated our current objectives based on the most recent findings. The Advent Captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent Network Tower itself. Ага. Так, ну что, погнали. Отчет об исследованиях вскрытия офицера Адвента. Более крупные и тактически подготовленные, нежели их подчиненные, офицеры Адвента осуществляют управление солдатами при помощи тщательно налаженной ПСИ-связи, которая усилена механическими имплантантами. После первого осмотра шефа и внимательного изучения данных, собранных в зоне сдерживания пришельцев, у меня возникла теория относительно того, как эта система была развернута. Я твердо уверен в том, что процесс ПСИ-контроля был создан специально для осуществления быстрых тактических действий на основе информации, полученной из подсознания. В данном случае подсознания нашего шефа. Согласно такой схеме, тактические знания, хранящиеся в его мозге, были обработаны и переданы офицеру Адвента, который, в свою очередь, передал их солдатам и другим подчиненным. Поскольку шеф больше не подключен к ПСИ-сети, вам сложно сказать, как теперь происходит распределение приказов. Хотя я уверен, что пришельцы были подготовлены к такому сценарию. Я думаю, мы можем подключиться к этой сети, но на роль проводника нам понадобится живой офицер Адвента. Чтобы облегчить эту непростую задачу, мы разработали новое устройство Черепной Бур, с помощью которого можно будет отключить офицера. А дальше дело только за тем, чтобы на месте взять офицера под наш контроль. Хотя я не берусь предположить, какой будет результат Тайган. Хм... Нет. Понятно. Так, зона испытаний. Экспериментальное рабочее пространство, где Шень может тестировать и изготавливать новые уникальные типы боеприпасов, гранаты, брони для наших бойцов, а также другие специализированные приспособления. Ну, давай строить зону испытаний. Так, что тут средства связи с сопротивлением? Изолированные очки сопротивления по всему миру только и ждут, чтобы кто-то собрал их воедино. Для объединения сопротивлений во всемирную силу нам нужен одновременно незаметный и безопасный способ связи. Модульное оружие, гибридные материалы... Давай, наверное, сначала изучим модульное оружие. Надо все-таки выносить их очень быстро. Нужно выносить их много полезных аппликаций, которые отвергают от этой технологии. Я буду снять репорт, как быстро, как исследование будет complete. Просто бой-то и убийство противника это единственный способ качаться, поэтому надо увеличивать урон. Этвент сделал стадий прогресс в признании остальных советских популяций о миграциях в их центрах. С пропагандой кампании дает постоянную структуру о том, что для миграции они сохраняли стадий взрыв новых конвертов. К сожалению, большинство этих невероятных вооружений имеют небольшой идеи, о том, что они действительно обеспечивают. Французский очень плохо. Не знаю, как-нибудь так. Замечательно. Что у нас дальше? У нас дальше, у нас дальше. Давай, получим разведданные. Так, непланетные обломки расчищены. Замечательно. Строим. Что у нас вообще можно построить? Лаборатория, мастерская, уникальные дроны. Смотри, качаю. Уменьшить время исследования. Реле питания. Каждому отсеку на борту Мстителя требуется питание для поддержки ранее работоспособности. Строительство дополнительных подстанций увеличит общую выходную мощность Мстителей. Позволит дополнительно расширить его и модернизировать. Центр военных технологий. 21 день. Партизанская школа обеспечит доступ к дополнительным навыкам и преимуществам для ваших бойцов. В том числе увеличить количество бойцов, которых мы можем брать на задание. Блин. Я даже не знаю, стоит ли строить зону испытания сначала. А у нас инженеров нет. Ладно, давайте строим зону испытания. Я отправлю слово, когда она идет и начинает. Да, пусть идет тогда строить зону испытания. Нужны инженеры. Где брать инженеров? На карте мира должны быть задания. Так, нам надо расчищать еще отсеки. По-любому. Строить реле. Строить... Что там было, партизанскую школу? Да все надо строить. Что я говорю, надо все строить. Что там было, партизанскую школу? Добро пожаловать. Гринадер. Так, подожди, давай пока уберем. Что у нас есть? Снайпер на задании. Специалист. Давайте прокачаем... Эйдена Хила. Надо качать новобранцев. Тем более, пока легкие задания, надо прокачиваться. Надо... Кого-нибудь убьют и потом все тогда на этом. Что у него... Давайте ко мне дадим что-нибудь. Давай аптечку тебе дадим. Ты будешь с аптечкой. Улучшения оружия у нас, по-моему, нет ничего. Или мы находили что-нибудь? Подожди. А, нет. Улучшения нет. Ничего. Ладно, погнали тогда. Скайранжер, деплой. Мы в пайке. 5x5. Такой мне нравится этот музон. Он такой прям воодушевляющий, пафосный. Резистанс просчитает нам помощь в защите важного В.И.П. Афария, который был ранее capturado по Аф.Эт-форсам в этой регионе. Рекон показывает, что много хостелых активностей в районе. Мы должны закрепить АО, закрепить В.И.П. И избирать всех врагов, которые стоят в нашу дорогу. Адвента. Давайте попробуем это сделать. Сейчас посмотрим, что за карта, что к чему. Менас-1-5. У нас есть подтвержденная местность для В.И.П. Переходи к Рендеву. Извинить всех хостелых контактов. Ну, короче, через всю карту, в принципе, стандартно. Друзья, но сначала... 12 ходов! Ух, это жестко, надо двигаться. Я что-то обратил только внимание сейчас. Дайте мне сохраниться. Потому что, как все пишут, главное в этой игре сохраняться. И я вернусь через мгновение. Продолжаем наш путь. Так, мы находимся в начале карты. Нам надо куда? Нам надо сюда за ВИПом. И потом сюда зону эвакуации. 12 ходов все это сделать. Дистанция довольно большая, это спортивно. Так, ну чё, давайте, снайпер пойдет у нас наверх. Только сначала давайте глянем, кто-нибудь есть тут. Чё происходит? Почему никто не хочет добежать? Куда-нибудь сюда хотя бы. Да? Ну давай на рывке, беги за дерево, чё делать-то? Я сомневаюсь, что они прям так близко. Конечно, очень. Отлично. Отлично, дружбаны. Двое, да? Двое. Двое это хорошо. Снайпер тогда может. Артур. Иди наверх. Тоже на рывке, но мы в этот ход никого не будем оттачить. Мы подготовим засаду такую прям. Прям такую крысину и засаду. Плохо, что тебе вот здесь вот нет укрытия. Давай ты вот сюда вот встанешь на рывке. Танюх. Ты знаешь, что пойдешь делать? Ты побежишь вот сюда сначала. И давай вот за это укрытие. Замечательно. Эйден. Ты давай, наверное, по тому же маршруту и тебя мы тоже поставим там. Никто атаковать никого не будет в этот ход. Если они к нам, конечно, пойдут, это будет полная засада. Но, как говорится, no risk, no fun. Давай вот так вот. И они идут в другую сторону. Замечательно. Тогда сейчас мы... Ууу, они красавцы. Они прям идут туда, куда нам надо. Сейчас все будет. Сейчас прям будет коварный план. 95, красавчик. И 93, ты будешь стрелять. Это прям без вариантов. У тебя что, 67 тоже неплохо. Подожди, кто... Можно как-нибудь улучшить позицию? Я буду из камеры немного. Если мы обойдем тебя с фланга... С фланга, дружбаны. Тебя никто не спалит тут, да? Давай, иди сюда. Да. Тебя вот... 69, 68. Замечательно. В овервотч ты встанешь. Танюх, у тебя что, 68, 67. В принципе, я не думаю, что имеет смысл двигать. Джеймс Уайт. Жалко, что камера вот только так крутится нельзя. Ты видишь только солдата. А тебя никуда и не подвинешь. То есть, в принципе, тебе придется тут оставаться. Ты в курсе? Въезд... Нет, сюда нельзя. Ну давай, что, в наблюдение. Ты тоже в наблюдении. Въезд... Танюх, ты тоже. Артур. По сектойду. Пли. Может, кританешь? Порадуй нас. Четыре, ладно. Ну давай, сейчас должны разнести уж. Мы спрятаны. Ну, понеслась. Так, солдаты сняли. Сектой тоже. Отлично. Красиво. Красиво. Замечательно. Повышение у тайнички. Отлично. Ход пришельцев. Пришельцы тут еще есть. Внезапно, да, так я... Ну что, надо продвигаться. Надо продвигаться. Снайпера оставим пока наверху. Блин, вот, конечно, мне кажется... Здесь вот столб. И, в принципе, наверное, с этой стороны кто-то будет. Давай Джеймса первого отправим. Вот так даже. Потому что с этой стороны никого нет. Ты никого, да, не видишь? Блин, это... На самом деле это не очень хорошо. Блин. Ах... Ну давай вот так на рывке. Ладно, рискуем. Рискуем. Надо просто 10 ходов. Это не очень много. Нет времени рассусоливать, как говорится. Танюх, ты там чего? У тебя как? Ну тут, то есть, никого не видишь, да? Это хорошо. Что, да, с той стороны только? А, здесь можно пройти, да? Надеюсь. А то будет вообще поворотец такой нехило, если нам надо бежать все вот это. Ну давай, Таня, тогда иди вот сюда. Опять. Тоже никого не виден, да? Ну, снайпер надо снимать тогда, потому что... Или оставить на ход. Ну давай на ход оставим, посмотрим просто, что к чему. И ты давай за скамеечку, что делать. Оооо... Ну давай, наблюдай ты. Так, двое. Ладно. Понятно. Третий еще солдат. Еще раз. Еще двое. Отлично. Так. Три солдата, один сектоид. В принципе... Справимся. 47 у тебя, да? Ты красавчик. В принципе, тогда тебя пока не имеется... Но главное его не успеть, не забыть забрать. 45, 46, 27. Где у нас гренадер? Куда ты можешь подойти, чтобы шмальнуть гранаты по сектоиду, например? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, как плохо-то на самом деле. Ты никуда не сможешь подойти, чтобы шмальнуть гранаты по сектоиду, да? Ты хочешь сказать не так? Танюх, у тебя гранаты ведь есть, да? У тебя есть гранаты. Ты молодец. Ты куда можешь подойти? Ты можешь подойти... Вот сюда и подходи. 48, 46, 26. А гранаты ты докуда добросишь? А двоих сможешь убить? Нет, ты можешь только дать... Блин, на сектоида ты не достанешь, да? Ну давай, бросай гранату, пофигу. Так мы наверняка солдата убьем одного. Нам минус один, любой минус один нам важен, потому что... Потому что, потому их четверо, это нечестно. Скажу я вам так. Блин. А, вот это хорошо. Вот это я почему-то не видел первый раз. Тогда, дружище... Ты можешь чё сделать? Если... Того ты не заденешь. А сектоида ты... Стреляй, сектоид, надо разносить ему укрытие. И его даже не задело, да? Красавчик. Отличный был выстрел я сделал. Просто молочина. Что тут скажешь? Сектоид. 27 у сектоида. 26. Нет, это не имеет смысла. Всё... Ты будешь наблюдать. У тебя что? 47? Ну давай, блин, меткий глаз. Попади, будет хорошо. Красавчик. Красавчик. Ладно, сектоид и солдат. В принципе, мы должны стащить повышение молочина. Сектоид сейчас должен текать, потому что он без укрытия практически. Наблюдение сейчас снял, да? Это очень плохо, что они паникуют. Ну ладно. Сейчас сделаем. Главное, чтобы его не вынесли с одного выстрела. А его не выносят. И тогда мы продолжаем. Я надеюсь, я виптом не вальнул, а то будет совсем печален. Сектоид. Будьте осуществлены, хостелые интерцепторы подключены на вашей позиции. Сектоид университет университет, чтобы позволить экстракцию. Вип там горит. Блин, это будет совсем печаль, если тут еще можно випа просто убить. Случайно. А наверняка это можно. То есть, собственно, я не сомневаюсь в этом, что можно. Отсюда ты, конечно, никого не будешь видеть. Это факт. Ну давай сюда. Надо подвигать снайпера в любом случае, потому что... Оставить его тут это не вариант. Это прям совсем не вариант. Ты, дружище, если сюда встанешь... Ну вставай, а что делать? Ты, дружище, да? Распугивай гражданских. Нет, не вариант. Мне не нравится, что сектоида вообще никто не видит. Это прям печаль. Давай, Танюк, прыгай сюда. Сектоида ты спалила. 37, 29. Ну чё, стреляй по сектоиду. Ты не попадаешь, да? Ты молочина. Давай сюда. Здесь укрытие получше. 38, 30, да? Блин, 38 и 30 это не те шансы, на которые я рассчитывал. Гранаты ещё раз шмальнуть. 3, 4. Убить этого. Давай, наверное, так сделаем, потому что... Надо. Один сектоид, но он сейчас, конечно, как... А как так вышло сейчас? Я, честно сказать, вообще не понимаю, что произошло. Почему он не убил его гранатой? Ой, у кого-то сейчас бомбит, да? Вот, друзья. Так, поднимается. Да. Ладно, сектоида сейчас надо валить. Это свинозомби. Это пусть будет. Наблюдение. Паника снята. Пси-зомби. Пси-зомби, да? Пси-зомби или солдат-адвенты? Нет. У тебя чё? Пси-зомби. 49, 29. Блин. Ну, надо стрелять по... По... У тебя, Танюк, чё? 38. 38. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Надо стрелять по-любому по солдату, чтобы снять наблюдение. Надо передвигать вот этого паренька Эйдена, потому что... Но у него обход сланга. И у нас гранат нет ни у кого, да? Отлично. Нет, у снайпера есть, но он до тут не добросит. Прям однозначно. Подбежать снайпером, у него полное ХП, но, блин, очень как-то странно. 38, 38, 38. Тебя чё? 71. Ну, вали, пси-зомби, давай так. Тебя изменили. Ещё чё-то дропнуло, а то надо забрать. Что у тебя? 49, 29. 49, 29, 49, 29. Блин, надо стрелять, но его надо убирать. В этом проблема. Ну, слушай, ну чё. Отсюда ты будешь видеть... Кого ты будешь видеть об... Ну, давай беги, чё. Он должен сагриться. А, нет. 41, 31. Ну, давай, стреляй в солдата. Два наблюдения сняли, отлично. Отлично. Дружище, ты тогда теперь, знаешь, куда? Ты пойдёшь, пойдёшь, пойдёшь у нас. Вопрос, конечно, на миллион теперь. Как лучше поступить, потому что... А чё там у тебя по... Танюха, а у тебя чё? 38, 38? Нет, давай так. Давай, ты сюда побежишь. Надо убивать солдата, в первую очередь. В любом случае, это... Вали его просто, потому что это не вариант. Он нам всю малину испортит. Таргет избежал. Моя обмена ловит. Афигация, отлично. 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 Снимай огонь. Тебя чё, у тебя не очень хорошо. Так что ты не будешь стрелять пока. Блин, я вот даже... Ну давай, вот если сейчас обхода с фланга не будет, то я просто... Охренеть, нет, не смотри, нет. Ну давай, 45, стреляй. Надо сектоид это распечатывать уже, а то он достал. Просто прям выбешивает. Я, конечно, можно самый дебильный поступок сделать, забежать ему такой за спину, но это просто бред. Так нельзя делать в этой игре, потому что из-за того, что здесь рандом с процентами, это может очень дорого обойтись в итоге. Но мы сейчас, конечно, бреднёй занимаемся, это полный идиотизм. Ну давай, добей его и всё на этом закончится. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Не хорошо. Да вообще, ни хрена отличного, да. Ты скажи мне, дружище, ты добросишь гранаты до сектоида? Давай вот сделаем вот что. Тебя поставим вот сюда, это такое, знаешь, просто вот уже начинается бредотня такая полнейшая. Сколько у тебя? 40. Ты будешь нас вариантом B, так сказать. Ты, мой друг, беги сюда, и ты будешь бросать гранату в сектоида. Понятно, мы его не убьём, мы ему разрушим укрытие. Если сейчас не разрушим ему укрытие, я тогда не знаю, что происходит с этой игрой. Тройбан, ну всё. Ну теперь-то уж добейте этого козла. Наконец-то. Ух, ну разобрались. Да, надо подобрать вот этот ништяк, который у нас появился. Где там наш ВИП? Тебе придётся... Нет, давай. Ты до сюда бежишь? Нет, тогда... Тогда ты побежишь сюда подбирать. Ещё там лазерный прицел, отлично. Лазерный прицел всегда пригодится в хозяйстве. Перезаряжаем, само собой. Я думаю, нам передышка-то у нас будет, хотя бы один ход. Лордон, лауре. Как нам попасть к ВИПу? А никак не попасть, только снаружи, да? Плохо. Беги сюда. Ну а чё, надо на рывке всем бежать, чё делать? Потому что пять ходов осталось, это очень мало. Это прям ужасно мало. Давай. Тогда... Иди сюда. На таблицу. Дайте я проверю, куда нам эвакуация. Вот здесь, отсюда. То есть мы выйдем, да? Тогда бежим все сюда, в эту комнату. На рывке, чё делать? Приходится. Ну я думаю, мы всех перебили практически. Так что это... Как минимум один... Два хода у нас есть, чтобы вот такие вот движения делать. Надо ещё... Вот и крыша обвалилась, замечательно. Давай, взламывай. Так, пять процентов снижает время и следуем текущей технологии на 50 процентов. Конечно, мы не заебьём, но... Но это, знаете, как... Хорошо надеяться. Вот так. Замечательно. Вип с нами. Мы снижаем пакет, и мы сходим, чтобы вывести. Менес-1-5 статус подтвержден. ВИП в таблице. Мы снижаем пакет. ВИП в таблице. Это полюбас. Потому что... Наверняка... Кто-нибудь нас может встретить. Танюхи тоже надо перезаряжаться. Блин, это... Надо бежать сейчас. Просто... Просто бежим. То есть... Это информативно! Включен и подключен! Понял! Обратите! Включен и подключен. Включен и подключен! На моем карте погибает. Не видно! Роланд! Хорошо. Но пока это не вариант, очень у нас мало времени уже остаётся. Давай, сюда бегим. Придётся разгребать. Чё делать? Артур, 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 ты тоже сюда побежишь. Випа оставим. Где? Где? Пусть вот тут сидит. Танюха пойдёт вот сюда. Главное, чтобы они машину не долбанули. Это, конечно, очень плохое построение, но у нас осталось два хода. И два хода это катастрофически мало. Офицеры и два солдата, ну, в принципе... В принципе, должны затащить. Но нам надо каждый ход продвигаться вперёд, то есть... Без вариантов. Гранат... Ты отсюда кого будешь видеть? Ты будешь видеть офицера, да? Ух, друзья! Офицер, обход фланга. Ну давай, вали его. Самое время промахиваться. Красавчик! 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 Переходим на таргет! Таргет в саду! Это, на самом деле, так напряжено, вот, реально напряжено. Так и так меня это... Прям... Ух! Блин, ну чё, отсюда? Но у него будет тоже обход фланга. Не, надо всех сюда передвигать. То есть они, в принципе, на рывке все добегут в следующем ходу. На следующем ходу. Давай, вали солдата. Отлично! Ух! Остался один офицер! Артур, давай! Понятно, идем отсюда! Смотри! Давай поставим для прикола в наблюдение. Почему нет? Ты тоже сюда подбегаешь, садишься на рывке. Ладно, я хотел сказать глухую оборону, но потом увидел, что на рывке... Один офицер... Чего сказать, хрен бы с ним. Мы не будем его валить, он сейчас... Ну да, он кого-нибудь ранит. Ну, блин. Торгет еще на рывке. Вот козлина в наблюдение встал. Ты смотри, что происходит. Так, ладно, кто у нас будет как мясо действовать сейчас? Эдриан. Танюха, нет. Танюха, ты мне слишком нравишься. Давай... Эйден, не Эдриан. Эйден. Ну давай, дружище, извини. Ничего личного. Мажешь, мажешь, мажешь. Пойдем. Не, не, никто не стреляет. Мы все бежим просто. Возьмите это! Возьмите его! ВИП в безопасности и в положении ревэк. Это Firebrand. ВИП в безопасности. Афирмативно. Готово к выстрелу. Готово, двигаемся! Готово к выстрелу. Статус подтвержден. Миссия выполнена. Распенс, успеем мы или нет? Мне прям, мне очень понравилось. Это миссия. Так, и у нас новые ученые. Это замечательно. Давайте глянем, что к чему. Я рада видеть, что наши новые ученые, которые не везут, когда в том, что выстрелили алиенов. Что у нас? Вы можете вести огонь по врагам в поле зрения союзников. Ясно, между ними и вами нет никаких преград. Давайте, наверное, дальнее наблюдение вкачаем. Такой будет снайпер у нас прям. Так, рядовой гренадер. Ты будешь... Что-то у нас дырокол. Оружие типа пушка способно разрывать броню. Ваша экипировка амортизирующая содержит дополнительные слои. Блин, дырокол полезно, когда пойдут роботы или как там их называют. Не помню. С другой стороны, добавить ему... Не, давай, наверное, дырокол кольчаем, потому что роботы очень опасные парни будут. Надо пробивать будет броню. Так, рейнджер. Замечательно. И ты, Танюх, кем становишься? Снайпер. Замечательно. Два снайпера. Продолжаем. Так, и лазерный прицел. Повышает вероятность критического урона на 5%. Чем ближе, тем выше проценты. И возвращенный вип... Чарль Йоханссон. Другой впечатлений, командир. Мои ожидания были высоки. И, тем выше, вы их достигнули. Замечательно. Премия исследований уменьшена на 30%. Я буду уверен, что они будут в хорошем использовании. Отлично. Ух. Отлично, друзья мои. Зона испытаний строится, исследования. Чё там, дайте глянем, что у нас исследуется. Модульное оружие осталось один день. Замечательно. По-моему. Замечательно. По-моему. Замечательно. По-моему. Беларусь и боязни. Они обстрелят на всех наших народах в области. Они обстрелят на всех наших целях. И, так же, они никогда не перевернуты в их лояльтии к причине. Из того, как он мне сказал, звучит, что он успел получать позицию с адвентом правительством, если бы только начать ликнуть интелл к Резистанции.